Всем привет! И это будет не убийство четвертого босса ледяного мастера, а будет именно рассказ о механиках, что вы имели представление, когда будете на него идти, что там нужно делать. Там механик не так много, но босс сам по себе очень жирный, очень мощный и даже ваншотный. Обязательно объешьте всяких вкусняшек-шняшек, чтобы повысить свои атрибуты, поставьте защиту ото льда, можно танку даже ставить, наверное, драконий реквизит яшмы, если он зачарен, если не зачарен, то смысла особого не будет. Перед началом либо намного вперед пробегайте, чтобы оказаться под пузом босса, либо наоборот отбегайте, чтобы не попасть под ядовитый плевок ваншотит. Даже мой омлет просто разлетался, а я вообще проблем не встречал до этого с боссами, чтобы они как-то меня чем-то пробивали, даже червь, и то, в принципе, нормально чувствовался. Биоцербер пробивает очень хорошо. Можно, конечно, попробовать зафигачить в текстуры, но способ так себе, потому что так можно максимум снести одну полосу. После трех полос танку все равно надо будет находиться рядом с сербером, потому что после трех полос, если танк будет отходить далеко от сербера, он будет давать ваншотный рев. Очень много вам придется крутить камеру. Прям очень много, это значит постоянно, потому что локация продолговатая, и босса нужно постоянно вертеть. Нельзя стоять у него перед мордой, потому что перед мордой он кастует ледяной круг и может кидать туда. Яд. Яд очень сильно бьет, от него нужно прям максимально уворачиваться. Самое основное, когда идет как бы профаза, сейчас вот появилась реверс, то есть появляются две колдуни слева-справа, слева у нас лед, справа у нас реверс, так как они почему-то, по-моему, забагнуты или не дамажутся. Проще всего эту фазу пережить, когда остается мало до заполнения шкалы. Это пилику прожать защиту и воину прожать рев, чтобы, соответственно, прорезистить дам. Как видите, дамаг прошел ничем много, и после этого сразу лолька ставит кубол, то есть рейд практически отхиливается. Также периодически падают ледяные шары, которые очень сильно бьют, и желательно, конечно, от них уворачиваться, чтобы не сделать откисулю. Как видите, основное между механиками тут не стоять перед мордой, и ни в коем случае нельзя попасть так, чтобы ты был на ледяном круге, и он начал кастовать яд, потому что тебя сразу туда влетает, потому что ледяной круг, он постепенно тебя замораживает и обездвиживает. А если ты попадешь под яд, то, соответственно, ты получишь нихеровую такую плюху, что твой имлет разлетится. Лучше сразу уходить и, да, пытаться набирать быстренько рейндж, чтобы, соответственно, не попасть под лед. Да, у нас не хватало дамага, и, во-первых, был уже полвторого ночи, то есть ребята были все уставшие, и тоже глаза уже были на пределе. Но если так вот троить, троить, то уже начинаешь просто постраиваться в такт. Как видите, сейчас уже рейд очень хорошо работает, то есть особо сильно не проседает, на яд особо никто не попадает. Вторая механика – это когда появляются два цербера. Желательно при этом танчить его не где-нибудь в центре, а ближе к левому или правому кругу. Как определить ложного цербера? Один цербер начинает вас притягивать. Это ложный. Надо сразу бежать в противоположную сторону к церберу, который вас отталкивает. И желательно, конечно, стену поставить коридорчик, чтобы максимально быстро пробежать, и даже желательно прожать ульты на защиту. То есть пиликовскую и щит-рёв. Кстати, это нас и ваншотну, но там уже просто ребята дальше не пошли. Как будет более-менее нормальная проходочка, ну то есть там с убийством, я, наверное, выложу. Этот видео, наверное, просто даже удалю и выкладываю его чисто для того, чтобы рассказать вообще все механики, потому что мастера русскоязычного больше никто не снимает. Нету больше видео, чтобы объясняли именно на русском языке. Всё, что я смотрел до этого, они все азиатские видео. Ну, я как бы всегда перед тем, как пойти на нового босса, я теперь смотрю азиатские видео, чтобы хоть как-то, не знаю, иметь представление о том, что там происходит. Да, поначалу казалось от сумбур. И вам, наверное, тоже сейчас кажется, но для меня уже стало более-менее нормально. Как видите, особо не прожимается, постоянно бегаешь, ходишь, отходишь от яда, уходишь от ледяного круга, максимально быстро сваливаешь. Может, конечно, танчить надо было получше, намного получше. Всё-таки танки пока так обоссаны. Побольше хочет крутить мордой в стену. Ну, ещё раз начинает игра доказывать важность хилов и танков в данной игре. Что они очень необходимые и выполняют основные роли. Они как раньше там, пришли, захерачили и ушли. Да, кстати, как видите, сносим мы мало, а время проходит много. Дамагеры нужны, конечно, получше, наверное, помощнее. Не знаю, я предложил в гильдии собраться, ну, более-менее, от 7-5 хотя бы, и попробовать потратить. Именно потратить, потому что ребята, которые проходили, они не с первого часа проходили, даже часа два троили. И только потом проходили. В общем, всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...